друзья всем привет сегодня хочу ответить на один вопрос который был в комментариях вопрос звучит так у меня живут два кеннера один поет другой нет говорят самки не поют или это не играет роли живут уже три года а яиц нет так живут два кеннера здесь два кеннер один поет другой нет два кеннера живут вместе в одной клетке или нет вот этот вот это тоже имеет важную роль вот допустим у меня вот здесь в этой клетке сначала их было два вместе сидели два кеннера молодых они не пели оба они у меня месяц вместе сидели у брата ну брат не дал год вот возьми двух кеннеров себе а то уже места нету вид я их взял себе принес поставил посадил их в одну клетку они сидели месяц они не пели оба потом он 2 зеленая клетка я одного отсадил сразу как отсадил минуты три оба сразу тут же запели если два самца кеннера сидят клетки то активно петь они не будут может быть один из них будет петь может второй не будет пить может быть оба не будут петь потому что два кеннера в одной клетке это неправильно да они так это неправильно в общем они не будут петь в одной клетке если два кеннера будут сидеть даже если будут петь то это будет уже не то пение теперь если допустим самки насчет самок брать самки тоже поют когда долго сидят одни когда допустим у них приближается допустим сезон размножения ну самка если хочет размножаться поблизости самца нету то она будет пением звать самца но не все самочки тоже поют и даже которые поют самочки у них это пение вообще неплохо ну похоже конечно но не такое она как у самцов сразу можно понять что это не самец допустим кто знает кто занимается канариками он знает он почувствует разницу как поет самец и как поет самка у самки обычно колено меньше допустим если самец берет 8 10 там 12 некоторые я слышал чтобы бывает по 16 колен берут самцы самки берут 3-4 колен и максимум насколько я знаю может быть есть самки которые берут много колен я этот вариант не исключаю потому что разные птицы там по-разному себя ведут у разных заводчиков у разных людей по-разному это всегда с опытом приходит там со временем узнаешь то что не узнал сейчас допустим у меня в моем опыте лично вот у меня одна самочка взрослая вон она сейчас она на яйца на яйцах сидеть виднее на одном яйце второе яйцо сами собственно склевал но это отдельная тема для другого видео короче вот вот эта взрослая самочка у меня в двадцать втором году летом вот она запела до этого два года она сидела не пела в двадцать втором году она запела у меня поет приливисто коротко колено два-три колена буквально остальные вот у меня вон самка сидит вот у меня самка они не поют самки тоже могут петь в общем самцы в одной клетке если будут сидеть то не во всех случаях они поют не всегда когда вообще мало дня самцы когда в одной клетке все сидят они чуть-чуть тупеют чтоб самец хорошо пел он должен сидеть отдельно один потом допустим вот сейчас и говорить и мы не выговорите вообще в комментариях написали что 3 года сидят яйц нету если они отдельно сидят это другой вопрос как отдельно если они сидят что самка может откладывать яйца если они вместе сидят то есть за три года они вместе сидят и они не отклали яйца значит это самец если они раздельно сидят то там неясно самец это ли или не самец думаю понятно объясню если две птицы если птицы сидят вместе один поет другой не поет то возможно это оба самца их нужно рассадить если они сидят вместе то есть то есть и теперь их рассадить они будут печь если они сидят раздельно один поет другой не поет нужно их вместе посадить возможно это самка тогда она спарится с с кеннером и возможно отложить яйца но вообще когда вот по моему опыту когда самка готова отложить яйца даже бывает вот у меня было вот это вот самочка у меня она отложила яйцо одно предварительное даже без самца ну конечно яйцо пустышка было я так понимаю скорее всего у вас вот эти самцы сидят вместе и в одной клетке из-за этого один поет второй не поет в таких случаях как я уже сказал рассадите их отдельно и все у вас будет нормально ну все думаю на вопрос ответил я постарался максимально развернуто ответить максимально чтоб все поняли не знаю если уже так непонятно то не знаю как объяснять вообще так вот самцы сидят отдельно вот самец вот самец вон самец самка сидит поет вот здесь самец сидит он почти вместе но у них он я их разделил тоже самец поет когда даже самка сидит у меня самец он все равно поет вот самка сидит самец поет он самка сидит поет вот эти отдельно сидят они тоже поют все нормально без проблем вот самочка когда готова к размножению а он вот в таких гнездах или там где она себе начинает строить гнездо бумажки всякие все что находит перья свои собирает гнездо строить и готовится к размножению все в этот момент нужно подсаживать самца через там допустим три-четыре дня где-то ну через неделю уже самочка начнет откладывать яйца три-четыре дня каждое утро в основном утром я не видел что в другое время самочки откладывали утром я просыпаюсь смотрю уже одно яйцо есть три-четыре яйца отложила самочка все она садится на яйца 14 дней вылупляются птенцы все дальше уже родители кормят месяц покормили родители через месяц птенцов забираем большой вольер отправляем их чтобы они могли летать развивать крылья легкие в общем они должны почувствовать себя птицами еще месяца полтора-два птенцы посидели в вольере все когда птенцам три месяца становится рассаживаем вот такие отдельные такие клетки все у нас самцы готовы начинают потихоньку распиваться потом у них вот это первая линька проходит уже вот эти перед которые ну первый теперь а птицовый можно сказать они выпадают и взрослое оперение выходит у птицы все птица уже считается взрослой 9 10 месяцев молодая птица уже 9 10 месяцев уже птица можно сказать готова к размножению обычно 10 месяцев у меня вот 10 месяцев вот этой самочке 10 месяцев было она уже начала строить внизу правда я не смог получить птенцов потому что первый раз как говорится первородка она не смогла за своими птенцами ухаживать две кладки она у нее было по одному птицу выучилась но самочкой скидывала пару месяцев подождем сейчас вот сколько где-то недели три февраль-март-апрель где-то в конце апреля в начале мая посажу и снова кеннера апрель-май март-апрель вот в мае если она начнет май в мае 2 2 кладки можно будет получить дальше уже июнь в юне тоже можно будет ничего страшного слишком жарко не будет убью ли уже нет в юле нельзя разводить птиц потому что будет жарко будет линька птицам и так будет сложно а в юне до середины июня можно разводить вот такие вот дела друзья на этом все всем до следующих встреч всем пока подписывайтесь на канал кто не подписан задавайте вопросы всегда буду рад отвечать на ваши вопросы все пока